Новости на информационном канале Севастополя в студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте! 29 января в Москве во Всероссийском государственном институте кинематографии началась трехдневная встреча доверенных лиц кандидатов президента России Владимира Путина. На восьми площадках обсуждают проблемы регионов и пожелания избирателей. В число доверенных лиц Владимира Путина вошли педагоги, врачи, спортсмены, артисты и представители сферы искусства. Среди них и севастопольцы. Об итогах первого дня нам рассказал директор Севастопольского художественного музея имени Крошицкого Николая Краснолицкий и председатель городской организации ветеранов Севастополя Анатолий Домненко. Мы с директором Херсонеца Мельникова были с Севастополя. Мельникова также выступала на этом мероприятии. Кратко рассказал о тех проблемах, которые у нас существуют в музейном деле и как мы будем работать в ходе подготовки к выборам. Задавали вопрос по школьному воспитанию детей, по вопросу патриотического воспитания детей в школах. Эти вопросы задавали и в принципе их там сформировали для того, чтобы подать эти данные потом президенту. Севастополь вошел в число лидеров по открытости и доступности избирательных комиссий. По итогам национального общественного мониторинга наш город на втором месте. Уступил только Ставропольскому краю с разницей всего в один балл. Севастопольская избирательная комиссия высокую оценку получила в том числе за качественное оформление и своевременное обновление официального сайта, доступность помещений и организации личных приемов граждан. На прошлой неделе были подведены итоги национального общественного мониторинга по поводу открытости и доступности деятельности региональных избирательных комиссий. Много было критериев. Число лидеров рейтинга вошел в Севастополь, набрал 28-35 баллов. Надеюсь, что и выборы мы также качественно на лидерских позициях проведем. В Севастополе в отдаленных районах откроют пять общественных приемных губернатора. Уже готовы три площадки на территории Нахимовского и Балаклавского районов. В понедельник уже провели два пилотных приема в Инкермане и Балаклаве. Со своими вопросами к специалистам обратились 15 человек. Общественные приемные создали для того, чтобы люди могли решать свои вопросы, не выезжая за пределы населенных пунктов. В планах также организовать для населения тематические выезды и встречи с руководителями департаментов. График работы приемных в понедельник, среда, пятница. О времени расписания и встреч можно узнать на официальном сайте правительства. Информация на днях появится в разделе «Приемная». Мы готовы, особенно на северной стороне, работать в любой точке, где будет удобно населению. Конечно же, основные помощники – это органы местного самоуправления. Они будут нам рекомендовать и, наверняка, каждый прием будет проходить в разных точках, в отдаленных районах. В 2017 году количество участников свободной экономической зоны увеличилось на треть. Теперь в городе 429 резидентов. Такой всплеск в Департаменте эконом-развития объясняет окончанием трехлетнего срока получения льгот. Те предприниматели, которые успели стать участниками СЭС до 1 января, с начала этого года будут пользоваться льготами по налогообложению на фонд оплаты труда и прибыль. Ставка для резидентов гораздо ниже базовой. Как сообщил директор Департамента экономического развития Элинар Ахтемов, на сегодня участники СЭС задекларировали уже почти 5 миллиардов рублей капитальных вложений. Создали больше 5 тысяч рабочих мест со средней зарплатой 27 тысяч рублей. Напомним, свободная экономическая зона начала работать в Севастополе с 1 января 2015 года. Программа предусматривает предоставление льгот по налогам на срок до 25 лет. В ближайшее время эксперты определяют эффективность работы первых участников СЭС. Вот с апреля-мая у нас начинаются проверочные мероприятия субъектов, хозяйственные которые получили статус резидентов. И тогда мы будем видеть реальную картину, кто сколько создал, кто предъявлял документы и инвестиционные декларации. Мы тогда сможем предметно уже по каждому предприятию, скажем, осуществить проверочные мероприятия. Субтитры создавал DimaTorzok В конце июня планируется окончание основных видов работ, а до конца августа благоустройство территории. В настоящий момент производятся подготовительные работы по демонтажу бортового камня, вырубке кустарника в мелколесе, подготовке основания под будущий тротуар. В рамках капитального ремонта будут выполнены работы по устройству наружного освещения, которое на сегодня отсутствует, доведение дороги до параметров соответствующей категории. То есть ширина дороги будет 6 метров по одной полосе в каждую сторону. Тротуара у нас 4000 квадратных метров, бордюрного камня установить 4 километра, боребрика 2,5 километра. Значит, у нас здесь опоры идут, освещение 66 опор. Вот, и я уже говорил об асфальте, 4000 тонн асфальта. Будем работать быстро и качественно, чтобы к курортному сезону закончить основные виды работ, пустить движение. Работы ведутся под движением. В редакцию нашего телеканала регулярно поступают жалобы севастопольцев о состоянии городских улиц. Многие дороги ремонтируют, но есть и те, которые ожидают своей очереди. В их числе и одна из центральных улиц Ленина. После обращения жителя города в редакцию наша съемочная группа поехала на место. Асфальтовое покрытие пешеходных дорожек по обеим сторонам улицы Ленина буквально разрушается. При желании кусок можно оторвать даже рукой. К счастью, сегодня я в удобной обуви, но идя по этой улице встает женский вопрос. Как преодолеть этот путь на каблуках, при этом не травмируя своих ног? Опасна эта дорога и для детей, которые выходят на прогулку на роликах или самокатах. Тяжело здесь пройтись и с коляской. Видео от зрителя мы передали в департамент городского хозяйства и ждем официальный комментарий о том, когда начнут работы пешеходной зоны. Подробности расскажем в следующих информационных выпусках. Дмитрий Медведев утвердил перечень госуслуг, которые будут оказываться гражданам независимо от места проживания и регистрации. Подробный список опубликован на сайте government.ru. По словам премьер-министра, россияне смогут подать документы в любом подразделении профильного государственного органа или МФЦ. В перечень вошли также госуслуги для юридических лиц. Дмитрий Медведев отметил, список из 44 позиций планируется расширить. Президент России в севастопольских вузах. Весьма необычное приложение для смартфонов презентовали студентам. С помощью специальных меток теперь каждый сможет сфотографироваться с Владимиром Путиным. Как это работает, кто и зачем придумал проект, выясняла Марина Кравцова. Автор идеи – студент из Тюмени. На разработку приложения «Фото с Путиным» у него ушло около полугода. Презентовали проект в Казани на молодежном форуме «Вместе вперед». Фотокарточка с президентом страны в личном архиве – мечта многих. Кому-то повезло, кто-то мог с ним лично увидеться, сфотографироваться, сделать селфи, пообщаться. У кого-то не было такой возможности, и кто-то может таким образом сделать фотографию, разместить ее с хэштегами, и вся страна увидит эту фотографию. На днях программу представили севастопольским студентам. Скачать приложение на смартфон мало. Надо еще распечатать метки, цветные картинки с изображением Кремля, собора Василия Блаженного, очертания России. Всего пять вариантов. Приложение создано по типу дополненной реальности. Действительно, очень нестандартный проект. На специальной метке появляется объемная фигура президента нашей страны. Если метка маленькая, то фигура небольшая. Но в севастопольских вузах в ближайшее время появятся огромные метки. И с президентом можно будет не только сфотографироваться, но даже обнять его. Правда, в виртуальной реальности. Большие картинки для фото разместят в холлах университетов и рядом с актовыми залами, чтобы от учебы не отвлекало. Кто уже установил приложение, утверждает, процесс затягивает. Фотография с президентом теперь есть у Марины Кравцовой, Михаила Волобуева и информационного канала «Севастополя». 29 января 1860 года родился писатель, прозаик и драматург Антон Павлович Чехов. За свою жизнь он нередко бывал в Севастополе. В день его рождения мы прошлись по любимым севастопольским местам автора, а также познакомились с изданиями, которые были выпущены еще при жизни классика. Подробнее в сюжете Юлии Бауськовой. В Центральной городской библиотеке нашего города сохранилось полное собрание сочинений Антона Павловича, вышедшее еще при жизни автора. Хранится в специальном помещении. Попасть не так просто, достают по особым случаям. Для сохранности томов в фонде редкой книги библиотеки особое освещение и температурный режим. Тома все эти хорошо сохранились. Они изданы на хорошей бумаге. Уже, конечно, пожелтелы некоторые, но в основном сохранились хорошо. Очень хорошо сохранилась обложка. Это калинкор старинный, цветная. И также были напечатаны они как приложения к журналу Нива на 1903 год. За свою жизнь Антон Павлович написал около 900 различных произведений, пьес, коротких юмористических рассказов и повестей. Многие вошли в список классической мировой литературы. Некоторые были написаны в Крыму, в том числе и в Севастополе. В одном из томов и повесть «Черный монах», над которой Антон Павлович работал, находясь в Севастополе. В ней немало упоминаний нашего города. Например, герой живет в гостинице вблизи Графской пристани. Много строк посвящено и виду с балкона этой гостиницы. Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле было жарко и душно, и не мешало бы выкупаться. Здесь даже соблюдена русская дореволюционная орфография. Напечатана 115 лет назад. Описанный пейзаж Антон Павлович не придумал. Это его воспоминания. В гостинице, в которой живет герой повести, Чехов сам останавливался много раз. Здание можно увидеть и сегодня. Гостиница Кист располагалась в то время в здании, где сегодня находится дом Москвы. Впервые Антон Павлович остановился здесь в 1900 году. И уже навсегда полюбил это место за вид, который открывается с балкона. В Севастополе Антон Павлович приезжал и отдыхать, и работать. Помимо Кист, нередко останавливался Чехов и в гостинице Ветцеля. Во время войны она была разрушена, но известно, что находилась вблизи нынешнего здания правительства города. На Малом Приморском бульваре тогда располагался летний городской театр, здание которого не сохранилось. В 1900 году сюда приехала труппа МКТ. Привезли постановки Чехова, дядя Ваня и Чайка. Тогда они приехали по личной просьбе самого Антона Павловича, потому что сам он поехать в тот момент в Москву не мог. И именно здесь, на Приморском бульваре, он смотрел постановки по своим пьесам. А пьесу Чайка ставят в театрах разных городов и стран и сегодня. В 2017-м ее включили в репертуар Севастопольского театра имени Луначарского. В декабре прошлого года нашу Чайку в рамках федеральной программы «Большие гастроли» представили в Санкт-Петербурге. Успехом пользуются и другие спектакли по произведениям Чехова. Их также можно увидеть на сцене Севастопольских театров. По любимым местам Антона Павловича прошлись Юлия Баузькова и Андрей Глушенко. Информационный канал Севастополя. Теперь к новостям спорта. В Севастополе завершились соревнования по волейболу среди любительских команд. В зимнем кубке участвовали лучшие команды Крыма, которые набрали наибольшее количество очков по итогам спортивного сезона. О том, как проходили состязания и кому достался главный принц, расскажет Анна Леготина. На поле две севастопольские команды «Балаклава» и «Равелин». Они вышли в полуфинал соревнований. Победитель поборется за первое место в зимнем кубке Национальной лиги волейбола. В отличие от классического формата, в этих соревнованиях смешанные команды. В каждой по две девушки. Прежде всего, для того, чтобы можно было играть не только профессионалом, а любителем, когда на поле есть две девушки, это уравнивает силы любых команд. Кроме того, это позволяет наладить общение. Наша лига, прежде всего, она для объединения волейбольной общественности. И такой формат, он как нельзя лучше помогает. После напряженной игры с преимуществом в два очка победу в матче одержал «Равелин». Всего в соревнованиях приняли участие восемь любительских команд полуострова. Это волейболисты из Симферополя-Алушты. Среди спортсменов и четыре севастопольских коллектива. В полуфинал соревнований вышли три. «Легион» мы обыграли, то есть мы должны были их обыгрывать. А «Равелину» проиграли 2-0 за явным преимуществом. Ну, а на «Лужку» у нас был особый настрой, потому что это мои давние все соперники, противники. Поэтому за счет позитивного настроя, хорошей поддержки севастопольской команды мы победили 2-1 и вышли в финал. Третье место занял матч «Болл». Второе – у симферопольской команды «Зенит». А победу в зимнем кубке Национальной лиги волейбола одержал севастопольский «Равелин». Анна Леготина, Владимир Милянский, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополя». И о погоде снег – привычное явление для русской зимы. Но что интересного о нем мы знаем. Он образуется при замерзании микроскопических капель воды в облаках. Кристаллы льда падают и растут из-за конденсации на них влаги и воздуха. При этом образуются шестиконечные снежинки. Все они разной формы и размера. Самая крупная выпала 28 января в 1887 году в штате Монтана, США. Снежинка имела диаметр около 38 сантиметров. В Севастополе в ближайшие дни снега не будет. 30 января в городе Применная облачность. Ветер юго-западный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха от 4 до 10 градусов со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 545112. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!